Телеканал ЛРТ снова в числе награжденных. На этот раз нашу компанию отметил Российский Союз неправительственных организаций Отечества. Он организовал первый всероссийский конкурс патриотической песни и хореографического искусства под схожим названием «Молодые таланты Отечества». В канун празднования Дня России Дом ученых Российской Академии Наук стал площадкой для масштабного мероприятия. 300 участников и более 400 хореографических и вокальных номеров. На первый всероссийский конкурс «Молодые таланты Отечества» съехались юные дарования 47 регионов нашей необъятной Родины. Каждый должен иметь искру творчества. Это очень важно, потому что это дает в жизни большое начало большой жизни. То есть человек раскрывается, показывает свои возможности, а тем более, когда он молодой. Главным организатором первого всероссийского конкурса детского творчества выступил Российский Союз неправительственных организаций Отечества. Его президент Александр Воловик выразил благодарность всем тем, кто помог в проведении мероприятия. Телеканал ЛРТ – одно из первых СМИ, которое достойно осветило это масштабное мероприятие. За это сотрудники и удостоились награды. За большие заслуги перед нашим конкурсом, перед тем, что людей информировали об этом. Это главное. Понимаете, люди должны не только слышать, они еще и должны видеть информацию. Я очень благодарен, в частности, Люберецкому телевидению, которое своевременно приехало, сняло не только своих люберчан, которых она любит, но и других участников конкурса. В завершении встречи руководитель Союза Отечества выразил надежду на дальнейшее сотрудничество. Анна Троян, Кирилл Евгеньев и Дмитрий Родзянко. Телеканал ЛРТ. Всем привет! Я Анна Троян. Вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на Ютубе и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.